здравствуйте у многих овощеводов особенно у начинающих овощеводов возникает вопрос нужно ли в августе и в начале сентября поливать корнеплоды а именно свеклу и морковь нужно поливать дело в том что именно вот в этот период когда заканчивается рост ботвы начинается нарастание корнеплода и в это время растение нуждается во влаге поливать нужно не так как вы поливали весной и осенью когда шло нарастание ботвы поливать нужно один раз в неделю но очень обильно если вдруг вы не поливали не поливали а теперь вдруг вспомнили начали поливать то у вас возможно получение уродливого корнеплода дело в том что при отсутствии влаги рост корнеплода в земле прекращается а если вы возобновили полив рост корнеплода снова начнется и у вас получится но такой несколько уродливый корнеплод но больших размеров если в прошлом году вы собрали урожай и он у вас в процессе хранения был поражен гнилью и часть урожая не дожила до нового урожая это говорит о том особенно это характерно для свеклы это говорит о том что в земле не хватает бора вообще земли средней полосы довольно таки бором бедны и поэтому нужно подкармливать бором многие растения в том числе и свеклу которая остро реагирует на нехватку бором развитие вот этой вот гнили который поражает плоды во время хранения сейчас август опросните борной кислотой борная кислота продается в магазинах садовых это вот такое сухое вещество его нужно будет растворить здесь есть табличка которая расскажет вам как растворить и в раствором борной кислоты нужно будет опроснуть свеклу если у вас в прошлом году свекла очень сильно испортилась в период хранения то за 10 дней до уборки нужно будет опроснуть борной кислотой еще раз вот это поможет сберечь вашу свеклу от порчи во время хранения плюс тому же борная кислота стимулирует отток питательных веществ из ботвы в корнеплод корнеплод будет более сладкий более вкусный убираем мы и морковь и свеклу если позволяет погода держим до октября и в конце сентября мы начинаем уборку если погода говорит о том что вот начинаются затяжные дожди то в этот период лучше всего начать уборку и хорошенько перед хранением корнеплода просушить при избытке влаги морковь начинает трескаться она начинает интенсивно впитывать и вот эту треснувшей морковь она конечно долго не сохранится ее нужно будет либо сразу перерабатывать либо отдавать на корм животным вот такие мероприятия сейчас перед началом уборке нужно привести своими корнеплодами это вот август и половина сентября очень важное время в жизни корнеплодов потому что еще раз повторюсь они вот как раз сейчас интенсивно растут и накапливают свой вес и питательные вещества